Услышать истории живых свидетелей трагических событий апреля 86-го пригласили школьников в Заянский краеведческий музей. Здесь, накануне памятной даты, 35-летие аварии на Чернобыльской АЭС, была устроена встреча с участниками ликвидации последствий техногенной катастрофы. Из Заянска туда были направлены 97 человек, в их числе и Владимир Санин, который впоследствии возглавил Заянское отделение Союза Чернобыльцев. У каждого, кто был туда направлен, занимался своей работой, а именно, какая у него была профессия здесь, на гражданке, или по военной профессии. В большей степени у нас механизаторы с района туда были посланы. Школьникам рассказали о том, что происходило на месте аварии, и ярким подтверждением их слов стал фильм, который показали сотрудники музея. После недели работы начинается лицо горит, голова горит, рука горит, пищи, пилочки отказываются, кушают неохотно. Ходишь, как зомби ровный, все красные, как ожог после ожога. Там необычно было, конечно, необычного много было там, там в этих сельских местностях народу не было, всех эвакуировали всех, молодежи не было, там были чуть-чуть, всю скотину, весь скот угнали. Эта встреча под названием «Чернобыль» за секунду до катастрофы стала одним из первых мероприятий, посвященных 35-летию со дня трагических событий, который будет отмечаться 26 апреля. Сегодня в Заинске проживают 39 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Память всех остальных из 97 почтили минутой молчания. Елена Маврина, Юлия Казамарова, Новости Заинска.